Массовое отравление детей в Черновцах. Более полусотни учеников после обеда в школьной столовой почувствовали себя плохо. Но сотрудники школьного пищеблока утверждают, что проблема не в еде. Так в чем же разбиралась Ольга Поломарюк? Накануне ученики младших классов остались на продленке. После обеда в школьной столовой буквально через пару часов детям стало плохо. Выяснили, что близко 50 детей в початковой школе больше. Жалуются на боль в животе. Нема от учителей скарб, нема отвернений. И, как я уже сказала, от учеников старшей школы также нема. Дочь Александра Болтунова сейчас в областной больнице. У девочки острое отравление. Отец подозревает, ребенок заболел именно из-за школьной еды. Это маленькая дитина. И вы, наверное, понимаете, как это привезти в лекарню. Покласти ей те капельницы. И сколько это родители вытрачают на это своих нервов. На данный момент ей немного лучше. Лекари работают. А тут будем разбираться. А вот в школьной столовой убеждены, отравиться их едой дети не могли. Продукты ежедневно проверяют. Так же, как и медицинские книжки сотрудников пищеблока. Несмотря на инцидент, занятия в школе решили не отменять. Так же не планирует и расторгает договор с частным предприятием, которое поставляет продукты. Он может подозревать, что много детей ехать, и каждая дитина имеет свою проблему. Не мыть руки, может, не полностью. Не всегда может доглянуть действительно это. А так, чтобы к ехать, я считаю, что наша столовая достаточно хорошо готовит. Сейчас в больнице остаются двое школьников, остальные лечатся дома. Детям поставлено попередний диагноз гострий гастроэнтероколит. Что же действительно стало причиной отравления, сейчас выясняют специалисты. После обеда пищеблок закрыли и опечатали. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Продолжение следует...